Сегодня мы беседуем с директором Института спорта, туризма и сервиса Южноуральского государственного университета Вадимом Эрлихом. Вадим Викторович, сейчас у вас проходит международная конференция инноваций в спорте, туризме и образовании. Мы знаем, что она проводится уже в четвертый раз. Расскажите, пожалуйста, о ее основных целях и задачах. Конференция необходима только, чтобы ускорить процессы понимания тех вопросов, которые мы перед ней ставим. Вот главный момент. А что касается управления, содержания, развития, это совершенно другая история. Это у нас всегда в приоритете, потому что сам кампус спортивных сооружений, правильность подбора инструментария, тренировочных вещей и оборудования – это очень важно. Очень важно. Поэтому мы каждый год этим занимаемся. Каждый божий год. Привлекаем, конечно, индустриальных партнеров, тех людей, которые неравнодушны к спорту и всегда поддерживают в этом отношении. Ну, 83 статьи уже в онлайне. До начала конференции такая договоренность с французами была. Значит, они должны быть уже по их правилам, меркам отработаны, значит, отрецензированы. Все как положено. Должны за день до конференции, должны быть уже в онлайне. Следующая задача уже – индексирование уже, значит, в этих базах данных. Первую задачу, что касается международной конференции, вместе с вишенкой на торте я сделал. Это тоже уже хорошо. Сейчас, на данный момент, значит, все коллеги из-за рубежа находятся в Центре спортивной науки. Они там будут свои, скажем, изыскания объединять и класть на бумагу. Это два. И это делается сейчас. Вот. Поэтому все задачи, которые я, в общем-то, возлагал на эту конференцию, почти выполнены. Недавно прошла стратегическая сессия «Умный город». Вы представили там разработки нашего института. Расскажите, пожалуйста, о них поподробнее. У нас много, скажем так, научных исследований, разработок, которые, в принципе, готовы бы примениться. И одно из направлений – это создание умных тренажеров и тренажеров будущего, залов будущего, которые бы основывались на определенном тренажерном ряде, где не нужен тренерский состав, значит, нужен, полагая, администратор, но может быть один человек, который контролирует всю работу. Вот. Умность тренажеров в чем? В том, что на каждом тренажере будут установлены, значит, системы и программное обеспечение к ним по снятию, значит, сердечно-сосудистого ритма раз, значит, кардиография два, значит, по стабилометрии определяем положение, значит, в пространстве человека. Все это вместе даст нам возможность, ну, плюс тепловизор, да, термогенез человека. Все вместе мы попробуем, скажем, привести, проанализировать, в конце концов, аналитики у нас в подразделении присутствуют, сделать так, чтобы мы ответили на вопросы, скажем так, почему нужно человеку заниматься раз, и какие упражнения по своей последовательности делать. То есть он пришел в тренажер, не знал практически, прошел там сканер, к примеру, да, они, в общем-то, знают все данные, и говорят там, Вадим Викторович, там, пожалуйста, ваша программа состоит из, значит, вот такого набора тренажеров, пожалуйста, как в МФЦ, тренажер номер два, вы с него начинаете. Вадим Викторович, мы вот как раз с вами затронули тему науки, научных разработок, немножко провокационный вопрос, скажите, как вы считаете, как все-таки связан спорт и наука? Ну, на сегодняшний день спорт настолько продвинулся, да, и, значит, мы сейчас бьемся за доли, там, десятых, или даже тысячных, там, сотых, там, тысячных, да, единиц секунды за результат уже без науки никак, потому что чем мы сейчас заняты, это моделирование цифровое кинематических действий, значит, спортсмена или человека, или модель идеального спортсмена цифровая, она способна, на мой взгляд, все-таки сделать прорыв в плане спорта и, скажем так, исключить некоторые вещи в спортивной тренировке. Поэтому, насколько возможно, мы будем приближаться к тому, что происходит сегодня, приближаться к тем результатам, которые необходимы, за что мы болеем, за что мы бегаем, прыгаем, плаваем, да, это выше, сильнее, быстрее, это же лозунг нашего старого режима, и он остался, он никуда не делся. Спасибо большое, Вадим Викторович, за интересную беседу, за такое потрясающее интервью. А я напоминаю, сегодня мы беседовали с директором Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ Вадимом Эрлихом.